Ну что, вот и настал тот благословенный момент после майских. Как теперь будем оправдывать лень и безделье? Давайте уже осенью. Начнем с рейтингов. Подоспели свежие от КМИСа. Дивите, как бы президентские выборы произошли просто сейчас. Найбільше голосов на ней бы отримала саме Юлия Тимошенко 8%. Согласно опросам действующей глава государства ниже не только своей главной оппонентки Юлии Тимошенко, но даже придворного шута Олега Ляшко. Як бы до другого туру вийшел Петро Порошенко, то він бы програв всем своим оппонентам. Такими темпами шутка скоро может стать явью. Президент Вакарчук никак не может найти общий язык с премьер-министром Зеленским. Светослав даже написал обидную песню про главу партии «Слуга народа». А тот в ответ сделал жесткую пародию в «Вечернем квартале». Все стали говорить о том, что типа я, мол, куда-то там иду, в какие-то президенты. Вы знаете, нет. Но. А тем временем цены в отелях на финал Лиги Чемпионов не перестают расти. Ночивля за миллион накручені у сотні разів ціны на столичні их готели і апартаменты стали причиною справжнього міжнародного скандала. Бедные болельщики уже даже обратились с просьбами FIFA как-то повлиять на эту ситуацию. Антивонопольный комитет Украины обещал во всем разобраться. Но мы-то знаем, как они будут решать этот вопрос, учитывая, что за окном были майские. Если вы найдете номер или апартаменты еще за неделю до футбольного света на двух за две ночи меньше 2000 гривен, то в конце финала Лиги Чемпионов цена превышает 147 тысяч гривен. То есть номер дорожчав у более 87 разов. Потому что добрые киевцы решили провести акцию. Приютить себе бесплатно футбольного болельщика. Надеюсь, сотни тысяч фанатов из Черкасской, Кировоградской, Терниговской, Тернопольской и еще десятка областей с радостью приедут к радушным киевлянам пожить пару-тройку дней на шару. Заходи, гостем будешь. Или вы только английских болельщиков впускаете в надежде на Алла Верды. А пока жители столицы пытаются найти общий язык с фанатами из Ливерпуля, на Красной площади в Москве прошел парад. Вся мощь механизированных подразделений, сухопутных сил армии и МВД, бронеавтомобили и танки, зенитные и ракетные комплексы. И такое впечатление, что многие украинцы должны были хоть одним глазком посмотреть на это мракобесие, чтобы потом высказать свою экспертную оценку. «Военные музыканты освобождают Красную площадь для прохождения военной техники». Так вот, ничего нового не было. Все как всегда. Только на шайгу было на 50 медалей меньше, чем в прошлом году. Наверное, боится вывалиться из чайки на ходу. Путин, как обычно, ерзал на стуле и скучал. Ну да, из всей военной техники, проехавшей по Красной площади, лично я не заметила ничего, чтобы мы не смогли сбить из дживелина. «Танк Т-34. Современное поколение российской бронетехники. Колонна боевых машин пехоты». Еще одной довольно заметной новостью на этой неделе был очередной скандал, связанный с Интером. «Мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников». Но телеканал добился чего хотел. Концерт ко Дню Победы посмотрели 13 миллионов украинцев. «Твою мать». И тем самым обошли по рейтингам другие программы. «Твою мать». «Твою мать». Конечно, все ждали фразы, из-за которой и был весь Цербор. И она была. И как вы думаете, где? Конечно, в конце. Складывается впечатление, что кто-то, видимо, поняв, что на анонс, который был показан еще неделю назад... Враг не пройдет. Никто не обратил внимания, им надо было как-то спасать ситуацию. Вовремя сделать вброс ролика, где ведущая так пламенно говорит о переименовании улиц столицы. А их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице. И, конечно, нацкорпус отреагировал. Ведь как по-другому. И началось блокирование канала, поход в гости к Левочкину. Зайшли в недобудоване помещение, расклеивают налипки и фарбою пишут гасла. Только вот что странно, недострой, по которому гуляли дружинники, уж очень бедненько выглядит, хотя и находится в Кончезаспе. Да и вообще, откуда им знать, что это именно его? У нас же власть имущий вечно арендуют жилье. В общем, Интер, как обычно, использовал манипуляции. Ну что ж, черный пиар, тоже пиар. Опять молодец. Прям идеальный пример для книги по управлению массами. Как сделать популярным заведомо провальное мероприятие. Вот такими неоднозначными и не всегда адекватными для восприятия нормальной психики были наши новости на этой неделе.